Усы, лапы и хвост. Нет, речь не о кошках и собаках. У первокурсника биофака Александра Филатова немного другие представления о том, какими должны быть и домашние питомцы. У него вот эти лапки очень колючие. Если попытаться его неаккуратно взять, у меня прополит моментально. В его коллекции 53 вида членистоногих. Насекомые, паукообразные и беспозвоночные. Всего же в контейнерах больше тысячи разных особей. Началось все с черепах, подаренных мне родителями. Потом появились улитки, тараканы. Ну и как-то все закрутилось и получилось вот так, что всех стал собирать. Ну не всех, конечно, подряд. Только стараюсь. Ни гибридов, ни альбиносов, только чистые линии. Своих любимчиков студент находит по объявлению в сети, там же обменивает или продает. Много, конечно, на этом не заработаешь. Зато пока усатые воспитанники живут как на курорте, молодой ученый продолжает их изучать. Вот недавнее открытие. Личинки этих черных жуков зоофобоса способны перерабатывать пластик. Кстати, вчера еще эта упаковка была целой. Личинка, которая всю жизнь ела практически только пластик, она может окуклиться и стать нормальным жуком. То есть для них это совершенно нормально. И пластик переработанный прекращает быть опасным для природы. То есть полистирол и пенопласт, они способны перерабатывать полностью. Однако, пока молодой ученый решает проблемы экологии, своих меньше не становится. В частности, постояльцы иногда умудряются сбежать, к чему с трудом привыкли родители. А еще иногда часть любимчиков безжалостно приходится скармливать другой. Но Александр не останавливается, мечтает еще обзавестись змеями. И тогда мышам в соседней комнате не сдобровать. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.